И вражья карта, несомненно, будет бита, коль в бой пойдут десантные войска. 2 августа в нашей стране отмечается День воздушно-десантных войск. В этом году крылатый десант встретил свой 88-й день рождения, точнее создание. О том, как празднуют эту памятную дату славянские голубые береты, смотрите в следующем материале выпуска. Около 10 часов утра у памятника Герою Советского Союза, генералу армии, командующему воздушно-десантными войсками Василию Маргелову, собираются славянские десантники. Приходят с женами и детьми. Шамдам Кадыров приехал в Славянск и Стимашевска, чтобы увидеть своего боевого друга, с которым воевали в Афганистане, вспомнить тех, кто не вернулся с войны, вновь ощутить, что значит боевое братство десантников, для каждого из которых 2 августа – особый день в году. Для меня это всё. Это больше, чем моё день рождения. ВДВ – это словами не передать. ВДВ есть ВДВ. Большинство даже… Вот я даже день рождения не отмечаю, как в ВДВ жду. Столько друзей, столько братьев моих там и остались, и пришли, слава Богу, живые тоже многие. Встречаемся, общаемся. Десант – это братство, это единое братство. Кто служил в десанте, не имеет значения, какой год, или кто-то по нации. Если служили, мы всегда… Мы даже… Не знаю, как вот… Я в Киев звонил сегодня, поздравлял ребят. Всё нормально, так же, служили вместе же. У нас… Так и осталось братство. ВДВ – это элитные войска России. Представители «Голубых беретов» участвовали практически во всех конфликтах, одной из сторон которых была Российская Федерация. Десантные войска ведут свою деятельность в тылу противника, поэтому они считаются самыми мобильными и оперативными. Ветеран ВДВ Олег Ступишин окончил Рязанское воздушно-десантное училище, а потом многие годы сам готовил новобранцев-десантников. Служба воздушно-десантных войск – это почётная, ответственная, мужественная профессия. Преодолевать все трудности, которые ставятся командованием. И непосредственно самое основное – это, естественно, прыжки с парашютом. По уже сложившейся традиции День ВДВ славянские десантники отмечают не купанием в фонтанах, а возложением венков и цветов к памятнику командующего ВДВ Василию Маргелову. Именно благодаря ему у крылатого десанта появились тельняшки и голубые береты, а также именно он научил своих подопечных десантироваться сразу в боевых машинах. Сами десантники часто расшифровывают аббревиатуру ВДВ, как «Войска дяди Васи». К памятнику Бати, так между собой ещё звали Василия Маргелова, десантники возложили цветы, а после отправились в пятую школу, где перед ними выступили воспитанники клуба «Юный десантник». Я хотел бы поздравить всех десантников нашего города и района, пожелать им крепкого здоровья, голубого неба над головой и раскрытого купола. Слава ВДВ! Никто, кроме нас! Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов. Программа «События».